Одна из тем, на которую я тоже хотел бы попросить, это построение собственного бренда журналиста в Телеграм, на Ютюбе и все, что с этим связано. Вопрос, скорее, о технологическом, о технологическом, о том, что мы уже говорили про смысл, а теперь про технологию. Смотрите, я человек старой формации, я очень мало что знаю про технологии. Я знаю про технологии те, с которыми я становился журналистом, то есть это первую очередь телевизионные технологии. Меньше знаю про радио, еще меньше про интернет. Тем более, что у меня там лакуна, в этом смысле начиняется с мая 2018 года по сентябрь 2019 года по определенным причинам. Я как-то вообще статически отношусь к технологии построения журналистского бренда, если нет журналистов. То есть, конечно, вы можете, вот я открываю Телеграм, да, есть масса именных каналов, у каких-то там аудитория 50-60 тысяч, у которых 4-7, 4-7 тысяч, но проверить, насколько эта аудитория качественная, оригинальная, я, как человек, бывающими технологиями не могу. Поэтому я не уверен до конца, что вот эти вот 50 тысяч, это все реальные подписчики, которые ежедневно просматривают Телеграм-канал. А ценность, конечно же, заключается в том, что у вас есть живой читатель. Потому что пусть их немного, но они есть живые. С этой точки зрения, повторюсь, я не очень знаком с технологиями. Я считаю, что если есть контент, то на него рано или поздно придет читатель. Да, жесткая конкуренция в интернете. Контента много. Наверное, здесь на первом этапе без технологических движений не обойдешься. Но я точно в этом не специалист. Я понимаю простую вещь, что больше читают те Телеграм-каналы, где не просто, так сказать, перепощены какие-то новости, интересные события, фотографии и так далее, а где есть оригинальный как-то. То есть оригинальный журналистский текст. Причем понятно, что надо исходить из понимания специфики сегодняшней аудитории, которая длинные действия не читает. Читают очень короткие, ну вообще как бы термин Twitter дипломатия, поскольку, так сказать, Twitter становится одним из мощных источников, где вообще есть жесткое ограничение количества знаков. Потому что раньше представить себе текст журналистки были вообще как какой-то текст, который производит влияние меньше, чем три с половиной тысячи знаков, это было невозможно, да, это был как бы любой стандарт. Меньше, вообще меньше, чем тысячи, мы никогда на моей памяти в журналистике не оперировали. Сейчас тексты пишутся, я же говорю, в Twitter до нескольких сотен. Поэтому надо исходить из того, что текст, конечно, должен быть сжатым, спрессованным, так сказать, как бульонный кубик. Их должно быть много, потому что контент, тоже специфика сегодняшнего дня, ты даже если просто пишешь что-то знаменитым, в один прекрасный день, когда там твой текст прикоснул 10 тысяч человек, или 50, или 60, или 100 тысяч человек, то есть ты не сделаешь завтра то же самое, послезавтра и на течение ближайших годов, потому что пройдут другие. Это принцип сегодняшнего дня, что первых знают все, вторых немногие, третих не помнит никто. Поэтому в идеале надо все время стремиться быть первым, а первым только за счет производительности. Ну или как считается, у нас агентство больше семи слов не считает, ведь на самом деле практически реально сегодняшнего дня. Коллеги, вопросы? Прошу. Здравствуйте, меня зовут Станислав Яскевич. Знаете ли вы, может быть, слышали о каком-то опыте в Украине, то, о чем мы говорили, о попытке возврата той же самой молодежи, из той повестки притянутой, возможно, какое-то было сформировано сообщество, какие-то инициативные группы, какая-то была выработана программа, с которой такая группа перемещалась и пыталась работать с какими-то коллективами, в учебных заведениях, в общем-то, работа с массой по возврату какой-то части, целевой аудитории определенной. То есть, возможно, что-то об этом слышали, знаете, поделитесь. Смотрите, я какой-то об этом не слышал, я считаю, что это на сегодняшний день в Украине уже невозможно. По одной простой причине, потому что сформировано целое сообщество людей, которые терроризируют общество. Это то, что там условно называется «активисты», «ветераны», «актологы». Ну, терминология может быть разная, но это факт. То есть, это группы... Да, группы... Ну, вот для меня самое яркое срок, потому что мы как бы все сейчас говорим о Великой Отечественной, о Втором мировой, о нацизме, это коричневые рубашки. То есть, группы боевиков, которые терроризируют население, инакомыслящих, борются вообще с возникнением какой-либо альтернативы. Это абсолютная реальность. У них разные названия. Это и Си-14, это и нацкорпусы, какие-то там национальные дружины, и так далее, и какое-то там сообщество «ветеранов АТО». Это там просто могут называть себя активистами, как угодно. Но это люди, которые просто терроризируют инакомыслящих, вплоть до физического уничтожения. Один из примеров, до свидания моего коллеги и знакомого, хорошего, Олеси Гузенка. Человеку Биллику подъездом в Солнце-Полотопом в 2014. Причем это был еще начальный этап. Это был 16-й год. Это еще не пик всей этой истории. Потому что сегодня, конечно, это пролетает уже со всеми такие масштабы. Особенно на излете времена Порошенко, где, так сказать, была поставлена задача формирования подразделений. Это не секрет, что многие из них активированы с ССБУ. То есть это действенный политический, организационный инструмент, который... То есть та ситуация, когда государство говорит, а что мы? Мы ничего, руки, вот они. Это как бы активисты, это сознательные граждане, инициативные, объединенные и так далее. Мы же знаем, даже по опыту советского, что на первомайской демонстрации никто без организации не собирался. Не было единого порыва. Все лучше сажали картошку и ездили на шашлыки. Поэтому первомайская демонстрация, на которую потом все возвращались, которые переполнили эмоциями и лучшими чувствами, я помню, это еще со советской политической прибытии, но это кто-то организовал. Эти люди тоже кто-то организовал. Конечно, политические партии, конечно, не получаются в себе службы. Поэтому в нынешних условиях создание какого-то мощного движения, в тот момент, когда это было еще возможно, не производилось подобных действий. Ну, а я уже даже не знаю, когда это было. Это было возможно действами как инструмента. В 2010-м. В 2010-м. Я думаю, что это было возможное действие только в середине 90-х годов. В 2010-х и уже, так сказать, в нулевых, это уже все было беспорядок. С моей точки зрения. Потому что уже гораздо организованнее и более идеологически, так сказать, вооруженными были политические и общественные объединения, связанные с национальной идеей. То, что там еще вырос тот же самый Ярыш, глава права сектора, запрещенного в Российской Федерации. Это человек, который был одним из лидеров организации ТРЫСУ. Даже не на Западной Украине, а на Юго-Востоке. Он был учителем украинского языка литературы в Днепродзержинске. Это 60 километров, по-моему, в Днепропетровске. То есть это как бы моя рулема в Днепропетровской области. И понятное дело, что свобода, которая выросла из национал-украинской, чем мы снова вызвали на политические партии. Ну, в общем-то, было в середине 90-х, а в начале 2000-х это уже принимало организационные такие, как бы, по Луне осязаемые формы. И создавать себе интернативу можно, но, правда, казалось уже поздно. Здравствуйте. Тимур Пряхин. Музыкант, блогер в Центре новых медиа, так называемый, пока формирующийся. Смотрите, у меня такой вопрос. У нас была такая, со всеми цветными сценариями, да, и сейчас проблема и в России, кстати, это сейчас происходит, да, что основной протестный электорат, основная протестная масса, это как раз дети и молодежь. И возраст все снижается и снижается. И кроме этого, кроме деструктивного вот этого протестного потенциала, еще воспитываются разрушительные, в принципе, ценностные. И у меня такой вопрос. На ваш взгляд, на ваш взгляд, как наиболее эффективно, через медиа, через интернет, и задействовав какие институты, какие формы, какие, какой инструментарий, методы, ресурсы, подход, наиболее эффективность сейчас зайти в эту аудиторию и начать работу. Потому что эта аудитория, она выводится на эмоциональный уровень, и она наиболее подвержена к эмоциональному воздействию, критическое. Если у нас взрослых заставили отбросить разум и критическое мышление, то с детьми это гораздо все сложнее. С детьми, с молодежью, на мой взгляд, какой инструментарий, какой подход, какие ресурсы, как можно на эту ситуацию повлиять? Этот вопрос сейчас стоит наиболее остро. Ситуация взрывоопасная, и с каждым днем она все более актуальна. Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите, если бы я знал, что бы сидел в другом месте, и этим бы занимался, и у меня были бы в руках огромные ресурсы, которые я бы направлял ровно туда, куда их нужно было бы по идее направлять, и это было бы страшно, наверное, эффективно. Если бы я знал, ответ на этот вопрос. Но на ответ на этот вопрос, не знаю, не только я, но и достаточно большое количество людей, которые точно обращены большей властью, большими ресурсами, не располагают, чем я. Поскольку мы сталкиваемся с совершенно новыми вызовами, вызовами новой действительности, в которой поколение людей младше 20 растет в другой информационной среде, воспринимает жизнь по-другому, в отличие от нас. которые уверены, что, ну, знаете, как в старом анекдоте, что деньги вообще-то берутся в тумбочки, а откуда они берутся в тумбочки, а их туда вот мама положила, а мама где взяла, мама в тумбочке. То есть, что какие-то вещи, связанные с материальным миром, они вообще будут всегда, они будут... Как это будет происходить дальше? Они в виртуальном мире разбираются лучше, чем в реальном. Сталкиваясь с реальным миром, у них есть какие-то представления, почему только в идеальной виртуальной действительности. И вот что происходит в головах? Как это вообще, так сказать, укладывается? Это пока только предмет наблюдения. Я, по крайней мере, наверняка существует уже какие-то исследования, кто-то в этом деле разбирался, кто-то пытался, но если бы были рецепты, я думаю, что бы, наверное, уже с этим бы как-то работали. Пока мы только привыкаем к этой новой действительности. Мы осознаем, что в интернете, где они проводят огромное количество времени, потому что я был в свое детство. Если я не смотрел телевидение, а смотреть было нечем, потому что было два канала. То я читал книги, либо гулял на улице. А эти сидят в интернете. Даже при наличии телеканалов, при наличии возможностей все что угодно сегодняшний день делать на улице, значит, все равно в интернете. Что там в интернете происходит, мы тоже очень мало, сложно себе представлять. Потому что, когда мне выяснилось, ну, или не то, что недавно, информация в пятилетней и восьмилетней давности, в интернете всего, по-моему, 15% полезной и позитивной информации, связанной со знанием, значит, с картиной мира, с ценностями и так далее. Остальное, там, от 80 до 85, или даже до 90% это, значит, там, секс, насилие, какие-то гипотетические, там, удовольствия, игры, ну, то есть информация, не связанная с никакой человеческой ценностью, да, как вот белый шум. Но в этих 90% формируются дети, формируется их сознание. Как известно, это еще Леонид Толстой, по крайней мере, так сказать, в нашей русскоязычной, славянской традиции формируется, потому что ребенок формируется до 5, ну, не максимум, до 7 лет, да. Дальше это уже только, так сказать, там, какие-то навыки больше, а ценностная личность формируется до этого времени. Поэтому, повторюсь, что там происходит, что делать с этим, сказать сложно. Другой вопрос, понятно, что без осознания четкого нашего выбора, да, в чем суть нашего будущего, да, в каких ценностях, каких ориентирах, чем мы готовы пожертвовать и ради чего. Без этого невозможно вести диалог с подрастающим поколением. Понимаете? Потому что, ну вот, смотрите, самая простая история, на чем рухнуло все на Украине. Да, значит, ведь по большому счету в 2014 году выбор стоял жестко и просто. Либо мы движемся светлое завтра с Европой, значит, апогеем этого и такой сжатым лозунгом этой идеи была девочка, которая стояла на майндаре с плакатом «Я девочка, я хочу круженые трусики». Хотя бы выяснилось потом, что все круженые трусики они вообще-то делаются в Китае, то есть на Востоке. Вот для нее вот это был как бы символ Запада. Либо, то есть мы движемся либо на Запад, как бы туда, либо мы остаемся на Востоке, который у нас рисовали таким, как бы, называлось, тогда речь была, кстати, о вступлении в таможенном Союзе, как она называлась, а Юра в Союзе и так далее. Монгорьский. Да, то есть а если, так сказать, начинать разбираться со всеми этими с кружевными трусиками, которые делают в Китае, которые точно как бы в магазине бесплатно берут только активисты в БЛМ, когда громят их где-нибудь там на Манхэттене, значит, что это все стоит денег, а где эти деньги взять, а можно ли их заработать, кто их там в Европе даст, за что, что будет ценой этого выбора, значит, это все уже было поздно делать, вот тогда, в 2014 году, и уже поздно было что-то объяснять, и самое главное поздно было объяснять простую вещь, хорошо, но вот есть одна пара, 8, 25 пар кружевных трусиков, дальше что? Их полный шкаф, что изменится, это же цель жизни, ради этого, что ты готов, то есть это единственное, что нужно в жизни, это и есть содержание вашей жизни и цель ее, не сиюминутная, понятно, что никто не хочет жить, никто не хочет возвращаться к цикламу трусам, которые я носил два месяца после бани, понятно, что все хотят комфорта, все хотят нормальной жизни по хорошим стандартам, а дальше что? Кроме социального стандарта, что еще ты хочешь? В чем смысл? Вот здесь начинается ступор, потому что в интернете смыслов мало, либо их туда нужно привнести, либо знаете, как бы вы попадаете со своими смыслами в 90%, то есть вы бросаете вашу жемчужину смыслом в огромный бассейн, который потом еще должен этот молодой человек вернуть и найти на дне этого бассейна жемчужину вашего смысла, которая, по идее, должна, конечно, сиять, по факту, потому что это ваш смысл, но а сияет ли он? Большой вопрос. А если бассейн начинает полной мутной водой, а это правда только мутная вода? В общем, вопросов много, да, но понятно, что разговаривать нужно о смыслах, а не только количественных тюрьмы, но у меня вопрос по поводу вашей книги, которую написали о застенках киевской тюрьмы, жил наоборот в тюрьме, не знаю, продается ли эта книга в Минске, вот так как вы нам на примере Достоевского рассказывали, что автор должен знать в начале повествования, что он хочет сказать в конце, то есть я книгу это не считала, как я думаю и большинство присутствующих в зале непрочинью. Что вы хотели сказать громко, да, это первая часть вопроса, и вторая, вот если ее сравнивать с книгой Марии Бутиной, то в чем наверное сходства мало, но в чем различие между вашей книгой и ее книгой, и кстати еще тоже такая реплика не относящаяся к вышесказанному, немецкая форма конечно красивая, но форма НКВД тоже ничего да, хотя у меня везде мало было таких реплик по поводу книги, ее можно найти по ссылке, она есть по-моему на репрессе или еще где-то она есть в летомном варианте и она вроде бы даже есть в аудио варианте, у меня надо поискать, но где-то эта ссылка есть в телефоне, но сейчас так сразу не найду, о чем я хотел написать, у меня не было цели и давайте я по-другому начну чем моя книга отличается от книги Маши Маша кстати, мы книжками обменялись я ее подарил свою, она не подарила свою, тем более, что ее книжка вышла раньше и она толще моей 200 с лишним страницам, у нее там 600 с чем-то я когда увидел ее я говорю Маша, ты что, это просто граф Мутер-Крисен никто читать не будет он говорит слушай, не знаю, мне тоже сначала говорили в издательстве потом когда прочитали то сказали, что если включать ничего не будем будем 600 страниц значит в чем главное отличие двух этих книг в том, что мы сидели в разных тюрьмах Маша сидела в американской я сидел в украинской тюрьме из того, что мне рассказывала Маша американская тюрьма это конечно ад по сравнению с любой постсоветской тюрьмой но в этом цели американской тюрьмы значит страна в которой самый высокий уровень сидец по-моему из расчета на в пересчете на гражданина на каждого гражданина живущего в Америке в стране с 300 миллионами жителей значит тюрьма другой наверное быть не может потому что значит там принцип такой и вот если попал в тюрьму тебе должно сложиться впечатление что следующий шаг после этого это ад это смерть и тебе как бы ну вот эмоционально у тебя должно сложиться впечатление что ты больше не можешь попасть сюда никогда да и это должно по идее подтолкнуть тебя к исправлению подталкивать не знаю большой вопрос но по крайней мере по крайней мере так сказать это устроено вот так Маша больше писала про реалии американской тюрьмы мне было неинтересно писать про то как устроена постсоветская тюрьма потому что я понимал что я с такими корифеями жанра например есть всякие эти романы слепой спрыгает в этой дюремной романтике уже такое большое количество корифеев отсидевших тут точно гораздо больше чем я написавших обсосавших рассказавших о нравах об отношениях и так далее что я понимал что я в этом смысле буду неконкурентоспособен поэтому я писал о том как мне представилась страна которую я увидел в тюрьме потому что страна это люди каких людей я увидел в тюрьме и как мне представлялось что происходит страной уже вот из тюремной камеры потому что это тоже такая позиция для осмысления как в старой близкости что точка сидения определяет угол смотрения также в этой ситуации это было буквально вот так оттуда и видишь страну и так себе и представляешь поэтому я больше писал вообще не о реалиях тюрьмы а о том какие люди меня там окружали что я понял когда там находился а понял я довольно-намного потому что удивительно сложилось в тюрьме ты либо смотришь телевизор либо читаешь книги либо просто валяешь дурака я читал книги потому что мне повезло что в Херсоне рухнуло корпус он поплыл просто вниз по склону второй начал трещать первый который разобрали второй закрыли и поэтому пространство уплотнилось и пришлось из тюрьмной библиотеки сделать камеру а книги раздали по камерам и поэтому к нам в камеру попало достаточно много книг была там целая такая полка такой эклектичный набор конечно потому что там понятие литературы и в каждой камере есть иконы поэтому была какая-то религиозная литература потом в тюрьме тюрьма это вообще место мистическое потому что как бы есть это знамение тюрьмы это от сумы и вроде бы каждый человек который совершает правое урожение он жена короче он точно не попадется а если он попался то он знает что его подельники так а почему они не попались а я попался кто я знаю что это совершил поступление но не попался это все мистика это как бы считается что как бы ну вот вроде как наказание неизбежно но все равно как-то что-то поэтому тюрьма вместо такой мистической и в камере у нас была куча какой-то мистической литературы какие-то книги погадания по херам артик какая-то полная еруда но поскольку это была все-таки тюремная библиотека еще видимо собирающаяся с советских времен там была и хорошая литература там была война Эммер Толстого там был кстати Достоевский Достоевский в тюрьме что называется не пошел и было кстати много такой литеристической исторической литературы например в Херсоне я почитал роман Пикуля Фаворит ну я к Пикуля к тебе немножко происходительно скептически относился но просто это было очень интересно потому что Фаворит это все события связаны со строением Новороссии юга России тогда а сейчас юга Украины то есть Херсон и так далее там кстати была шикарная история Пикуль приводил письмо изнайд придумал у него самое реальное письмо Екатерины Второй Потемкину где она писала свет мой Гришенко когда будешь закладывать новые города в Баваруси то первым делом строй церковь и тюрьму я сидел в здании бывшего арсенала которое превратилось в Херсон в тюрьму прямо напротив церкви которую заложил Потемкин где находится его могила в общем было очень интересно вот об этом собственно говоря я и писал больше писала это приключенческий роман о реальной американской тюрьмы у меня больше такая книга про Украину про страну и про людей которые в ней живут Меня вопрос касается авторской журналистики как вы относитесь к этому потому что например наш телеканал в ходе нынешних событий делает ставку именно на авторских рубриках на вас след правильная ли это тактика и если делать авторскую журналистику то какой она должна быть какие подходы необходимо использовать и так далее спасибо нас учили на простые вещи что факт свечения комментарий производит и он возможен и даже обязательно то что раньше в газете называлась авторская колонка то есть то что на запад называется колон это один из основных жанров журналистики то есть позиция публицистика и то что называть авторской журналистика это вещи как бы это неотъемлемая часть профессии другой вопрос повторюсь факт священен и он должен быть железобетонным поэтому авторская позиция не может базироваться на допущениях на непроверенных фактах и она должна быть конечно аргументирована повторюсь и это как бы не просто потому что она должна быть вот такой потому что вот такой стандарт а просто потому что в противном случае она не воспринимается она не воспринимается потому что на сегодняшний день мы живем в ситуации когда мнение присуждение часто подменяет сам по себе факты ну вот как ну яркий пример это мы ни секунды не сомневаемся что хакерские атаки значит на компанию там трубопроводную в Америке они были с территории России и это российский хакер нет у нас других оснований предполагать что это могло быть по-другому почему нет оснований а чего а где факты мы уверены или нет возможности делать другие предположения кто вас сковывает в этих возможностях почему вы не можете предположить что это были китайцы но вот это выдается за факт то есть факта нет а есть некое суждение вот это конечно мягко говоря это точно не журналистика то есть это вот из цикла абсолютно всем известно и абсолютно очевидно вот это не работает ну вернее это работает если у вас в руках вся пресса Беларуси Британии или Китая когда так говорят все тогда это работает и то очень недолго потому что все равно будут какие-то интеллективные источники информации поэтому личностная позиция журналиста и вот то что называется колония конечно возможно но тогда это должно базироваться а на фактах Б ну это должно быть повторюсь вашим внутренним убеждением потому что если вы произносите слова которые вам написали это не является поэтому это просто будет видно ну пожалуй и все на этом как бы и исчерпывается все чем это неотъемлемая часть профессии она существовала всегда сегодня она приобретает особенное звучание потому что люди очень сильно прислушиваются к мнениям поэтому они подписываются на именные каналы поэтому они подписываются на персонифицированные средства массовой информации на ютьюбе на телеграмму и так далее потому что они хотят слышать мнение именно этого человека но оно будет для них весомым если оно будет аргументировано и б оно будет попадать в их понимание того что это не конъюнктура а это собственно говоря позиция основанная на некой системе ценностей Ильич у меня есть к вам вопрос на Украине существует один такой феномен который я лично для себя не могу никак объяснить может быть вы проясните я хочу спросить про Татьяну Николаевну Монтян знакомы ли вы с ней и почему она может и позволяет себе говорить такие вещи заменея которые не то что сажают а убивают на Украине почему она это спокойно говорит открыто и в общем-то не боится свою точку зрения выражать давайте я лично с ней не сталкивался как адвокатом она адвокат вообще по профессии она защищала моего коллегу Руслану Кацаву у меня был момент когда мы с ней даже вели переговоры когда речь шла о защите моего коллеги житомирского журналисту Василия Муравейского которого по статье Васизмена арестовали где-то месяцев 4 на 5 раньше чем меня Татьяна Монтяна она человек достаточно инкульсивный очень цельный и искренний в своих высказываниях иногда чересчур и это может например грозить это грозило даже одному из телевизионных каналов краюноинформационных проверкой нацсовета потому что Татьяна Николаевна допустила несколько жестких высказываний даже не по содержанию а по форме ну там чуть ли не она умеет она то есть женщина такая пассионарная она она состоялась как человек то есть условно говоря детей она вырастила мне по-моему трое четверо или четверо они все такие уже взрослые и она в этом смысле решила что может посвятить себя больше не семье а общественной деятельности и насколько я знаю она последнее время на Украине не живет она живет в Танецке последние три месяца она действительно такая идейная и бессребренница вот как про нее говорят я не могу я честно скажу что мы мы с ней не работали и я так сказать подоплю финансов еще не знаю но я знаю что она точно не о играх и нельзя не сказать назвателю обеспеченный человек спасибо архивы как можно донести зрителю потому что информация которая есть она опровергает стоматологам ассоциации или притаж этих ученых замороченных как это показать что поверил зритель правильно я посчитаю значит смотрите мы живем во времена которые в свое время описал Николай Островский в своей бессмертной пьесе Гроза значит эта история я напомню что там была такая был такой физический персонаж странница значит Фиглуша которая ходила по городам значит и в условиях информационного вакуума была таким достоверным источником как я считаю достоверным источником информации ну она рассказывала о том что заморим люди с пьесими головами значит ну и так далее ну поскольку она как бы странница много повидала человек божий врать не станет и ей как бы так сказать верили мы живем сейчас в условиях вот такого же информационного средневековья только информации малоисточников информации а много источников информации и этот поток он захлестывает и порой невозможно просто ну сходить за всем все перепроверить значит и в итоге человек ну это вполне естественная реакция выбирает какой-то один источник информации которым он доверяет и он на него ориентируется потому что ну если он начнет искать альтернативную информацию другие источники погрузится в это просто жить перестанет есть перестанет спать перестанет только этим и будет заниматься все изучать это невозможно поэтому возникают вот такие современные фиклуши которые могут рассказывать что угодно но им верят бороться с этим вообще с вопросами веры бороться невозможно то есть если вы верите и верите на что-то искренне то я не смогу вас переубедить то есть вот спор атеиста и верующего это было эффективно только якобы в 20-е годы прошлого столетия в период так сказать остановления советской власти потом стало понятно даже советской власти что атеистическая пропаганда ну она такая очень рукавая потому что если били человек то ничего с ним не сделаешь поэтому вопрос только в том а доверять могут если будут уверены в том что вы не обманывали и у вас проверены какие-то авторитетные источники информации вот вот это единственный способ потому что ну а как по-другому бороться со всеми этими ученые доказали или новые исследования британских ученых показали что курение уже полезно а не вредно а через полгода они опять скажут что оно вредно потому что какие-то новые маркетинговые уявления появились то есть нет стопроцентного рецепта есть понимание что действительность такова и что дальше лучше не будет что вопросы веры будут иногда преобладать под вопросами постового знания а тут мы понимаете это парадокс да но тем не менее существует слушайте на вере в авторитетный источник разгромили страну Колин Пау потряс пробиркой с белым порошком и сказал что в раке производят химическое оружие расфигачили страну извините за простоту речи не нашли никакого химического оружия но уже было поздно жизнь да фактически на этой территории в араке теперь формируются игилы которые представляют террористическую угрозу до всего мира а все с того что ну нельзя ждать целый госсекретарь помахал пробиркой а потом правда через несколько лет вышел полэт который тоже поддакивал и сказал что ну извините нас вели в заблуждение недостоверные источники как говорится поздно пить божжу поэтому вот эта технология авторитетного источника она на сегодняшний день конечно очень эффективно работает и эти источники создаются ну что такое блюнкет группа расследователей кто видит этих расследователей вот есть сайт на нем какие-то лица какие-то фотографии какие-то проводятся расследования мой опыт работы показывает что любое маломальское даже не маломальское любое серьезное расследование глубокое серьезное расследование без участия какой-либо спецслужбы невозможно то есть ни какой-то журналист 28 пяде во лбу серьезное расследование на глубокую тему без профессионалов с их источниками информации невозможно поэтому вот эти зловещие расследователи с блюнкетом понятно что они фигуровались в каком-то спецслужбе все даже знают с какими по крайней мере догадываются поэтому источник это тоже технология и как с этим бороться только другие авторитетные аргументы факты расследования в общем-то против лома нет приема если нет другого лома я использую авторитетные архивы дела судебные с разбирательством полностью по законодательной базе брать информацию как ее подавать так чтобы она более что ли правильно выглядела чтобы не оспаривалось как у нас сейчас все в мире оспаривается потому что в принципе можно же пройти обратиться в архив взять данные какие-то правильно я понял ваш вопрос ваш текст должен быть интересным аргументирован но интересным интересным по форме интересным по форме ваш текст может быть в том случае если вы найдете яркие образы сравнения и какие-то ходы журналистов потому что если вы вывернете 48 документов и будете рассказывать долго и нудно то человек который перед этим ярко и красочно убеждал вашего читателя что все на самом деле по-другому он все равно выиграет потому что он эмоционален красочен и даже если ему не хватает аргументов он и компенсирует просто как форма изложения поэтому мы не должны утопить своего читателя в массиве информации просто это невозможно тогда это не журналистский текст а это диссертация это никому не нужно да никто не будет дочитывать до конца это кстати показатель то есть мы же как бы все эмпирически этим путем да была такая было такое поведение и увлечение где-то в середине десятых годов все будем делать лонглими большие яркие красочные на 8 страниц это все будут читать это клево не пошло долго даже если это красиво масса фотографий долго большие тексты никто не читал значит поэтому вы не можете утопить вашего читателя в большом массиве информации у вас должно быть два максимум три железобетонных аргументов которые должны быть поданы в яркой какой-то красивой форме яркая даже слово красивое слово красивое неправильно яркая форма яркая форма знаете как у меня когда-то дали хороший профессиональный совет это было время газетной журналистики что если ты чувствуешь что ты исписался пишешься хуже и хуже возьми и вечером почитай на боково это просто гениальный мастер образа петафоры сравнения и так далее и тогда ты поймешь что твоя задача не просто накопать факты и связаны их изложить а изложить их связанно и привлекательно найдя красивый образ который зацепил почитателя без этого ты проиграешь тому неубедительно меньше фактов не так достоверен но смог это сделать более ярким текстом или высказыванием поэтому кроме того что вы должны быть аргументированы конечно вы работаете со словом которое воздействует очень важным механизмом на нас больше всего производит информация которая окрашена эмоционально эмоционально окрашена нашими эмоциями мы их окрасили в момент получения этой информации ничего более действенного в этом смысле чем достоинство языка образы метафоры художественные средства никто ничего не придумал поэтому когда вы читаете бешен лук Тургенева или вы читаете одесские рассказы Бабеля то вы запоминаете образы вы можете даже не помнить каких-то там фамилий имен но вы помните у вас эти образы стоят в памяти например один из самых любимых образов Бабеля солнце стало старым еврейским кладбищем как часовой и замерло в полудень зной кого-то там хоронят солнце поднялось и замерло как часовой подчеркиваю трагичность момента дальше уже не важно как бы там что происходило картина сформирована уже есть эмоциональная окраска то есть вот хочется найти какой-то образ либо сравнение когда вы пишете свой текст о том что вас волнует ну если говорить например и вот если бы я писал текст о необходимости вакцинации я бы задавался простой вопрос хотите ли вы быть убийцей хотите не прививайте ваша личная свобода ваш выбор тварь дрожащая или право имею он в этом вы выбрали я не тварь дрожащая не подчиняюсь так сказать предписанию значит принудительной вакцинации да но после этого на что я получил право я по сути получил право на убийство потому что вот это я даже не знаю а была ли у меня эта инфекция я знаю что если бы я привез то мой организм с ней справился а если не привез значит она у меня могла быть и кто-то из моих близких заболел наверное от контакта со мной то есть вот здесь образ нужно поставить либо дать человеку ну вот убийцу кто хочет быть убийцем почувствовать себя человеком под ножом в руках эмоционально то есть нужен некий образ некое сомнение некая метафора человек непривитый превращается в убийца которая эмоционально заденет ну реальность нашего интернета такова что если вы когда-нибудь погублите существуют ли рептилоиды то google или яндекс вам будет подбрасывать каждый день подборочку там 7 новых историй про реальных рептилоидов или там трамп рептилоид youtube тоже коротких вопросов ваш взгляд на конфликт между Еленой Лукаш и Шарьем и вопрос в стиле Юрия Дудя что вы скажете Турчинову если вы его встретите сначала про Лукаш не стал бы разговаривать с Александром Валентиновичем Турчиновым просто неприятный для меня персонаж поскольку я я с ним встречался раньше вообще как бы у меня нет отношений к темыз по поводу конфликта между Дудем Лукаш я ничего о нем не знаю ну я понял между Шарьем и Лукаш я об этом ничего не знаю я видел какие-то заявления знаете вообще публичное выяснение отношений мне не кажется особенно там на миллионную аудиторию мне не кажется продуктивным если честно я понимаю что там есть какие-то внутренние сложности какие не знаю почему они приведут тоже не знаю политика а с другой стороны ну и это становится предметом общественного интереса что вообще само по себе для меня очень сомнительная история потому что я может быть понял бы если бы это стало предметом для художественного произведения у Гоголя есть же замечательное как посолился Иван Никифорович не помню как звали второго персонажа у него старосветских помещиков и даже неинтересно там что-то произошло коллеги еще вопросы давайте всегда поблагодарим давайте совместно а можно спросить вопрос вот по поводу пропаганды ЛГБТ в Украине насколько это вообще серьезно имеет место быть в Украине я сейчас не знаю то есть через МИ мы узнаем что допустим в армию стали призывать представители нетрадиционной ориентации среди молодежи пропагандируют ЛГБТ отношения смотрите это все нужно проверять я не готов какие-то конкретные вещи комментировать то есть это фейки не знаю просто не знаю потому что какие-то процессы ну там да ежегодно проходит марш в общем какой-то марш проходит даже на моей полете пока я на Сободе проходил по центру города он был как правильный университет то есть народ лояльно к этим процессам относится к тому что внедряют противоестественные отношения нет лояльности нет потому что борцы традиционной ценности пытаются добить физиономии этим людям полиция их защищает в колонне идут дипломаты западных пособств как этот процесс растет не растет не знаю сейчас уже ну наш президент достаточно жестко к этому относится и он сказал что пока он у власти гей парадов у нас в Беларуси никогда не будет слава богу не только ваш президент хорошо спасибо большое спасибо итак мы были в доме Москвы информационное агентство спутник если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока посмотрите смотрите какая красивая композиция около школы очень оригинально и необычно а это видимо как имитация часов нет это просто композиция очень красиво спасибо 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 Продолжение следует...